Как вы относитесь к закрытию пропагандистских новостей Rush Today? В Твиттере спрашивают у нас страниц мира. Прекрасно к этому отношусь. Я вообще, честно говоря, канал Rush Today должен быть закрыт. Они получают сотни миллионов долларов, миллиарда рублей с бюджета, делают ужасный канал, омерзительный, лживый, пропагандистский, очень некомпетентный, непрофессиональный. Он должен быть закрыт, все его сотрудники должны быть разогнаны и не иметь возможности больше вообще участвовать ни в каких СМИ. Иос или Андроид? Спрашивает меня Киска69. Я пользуюсь Иосом. Не кидайте в меня помидоры и не пишите что-то такое. Я пользуюсь Иосом. Алексей, когда вы Владимир? Алексей, когда в Ростов? Алексей, когда в Волгоград? Я очень, очень сильно хочу попасть в Ростов. Очень сильно хочу попасть в Волгоград. Мечтаю о поездке в Краснодар. Краснодар. Но сейчас ситуация такая, говорю, как есть. Значит, во всех городах-миллионниках, ну или во всех крупных городах, да, Краснодар не миллионник, просто абсолютный отказ. Полностью незаконный, без предложения альтернативного места. Они боятся наших митингов в больших городах. Потому что, ну, в большом... У нас и в небольших городах довольно много людей приходит. Но в миллионниках это уже там тысячи, многие тысячи людей. Они страшно боятся этой картинки. Местные и даже чиновники, они потом очень взбудоражены. Они потом пишут в Кремль и названивают. Они говорят, алло, а чего нам тут рассказывали, что вы такие крутые, а значит, эти какие-то оппозиционеры-маргиналы. Ничего себе, они в нашем городе. Посмотрите, какой митинг провели. Мы, конечно, миллион раз сказали, что никто не пришел. Но в городе-то все знают, что пришло куча народу. Что делать? Какие-то смешанные сигналы поступают. Это очень дезориентирует местные элиты. Кремль страшно этого боится. Поэтому, ну, видимо, мы будем, конечно, в крупных городах проводить уже только несанкционированные акции. Потому что нам вообще... Мы были согласны, там какие-то плохие площадки. Площадки далеко от центра сейчас вообще никаких не дают. И это такая их позиция. То есть, мы 200, что ли, заявок отправили на следующую неделю. Там какие-то единицы согласованные. Очень маленькие города. Типа там 10 утра. Ну, вот всякое такое. То, что невозможно принять. Поэтому, увы и ах. Несмотря на то, что мы очень сильно хотим. Ну, там и во Владимир, и вот на юг России. В Ростов-Волгоград-Краснодар. Но пока в плане санкционированных митингов не получается. Но мы не остановимся. Будем и несанкционированные проводить. Планируются ли еще крупные мероприятия и митинги общероссийского масштаба? Спрашивает Роги. Ну, конечно, планируется. Их нельзя не делать. Мы могли бы не планировать никакие митинги, если бы у нас были бы другие рычаги. Телевидение. Нормальное участие в региональных выборах, в местных выборах. В Государственную Думу можно баллотироваться. Можно было бы в суд подать на власть и выиграть этот суд. А если бы Генпрокуратура занималась тем, чем должна заниматься, и наша жалоба о коррупции рассматривалась. Ну, поскольку не работает вообще ничего. Ну, а что нам остается проводить, кроме митингов? Мы их будем проводить. Это большая сложная работа. Особенно сейчас, в холодный сезон. Но мы ее будем делать. И, ребят, вот важно здесь не слушать всяких умников и не расстраиваться от того, что больше людей пришло, меньше людей пришло. Всегда невозможно выдерживать высокий темп. Иногда придет меньше людей. Иногда придет больше. Это нормально. Просто нужно заниматься этой работой. Такая сложная, рутинная, политическая работа. Организовывать это все. Но мы будем ее делать. Продолжение следует...